Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Миромаркетс и мы начинаем наше видео. Поговорим о том, что произошло на прошлой неделе, что сейчас происходит в мире, ну и безусловно, о том, какие сделки я также планирую совершать на этой неделе. Ну а начнем с того, что не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, подписаться на канал, чтобы не пропустить все следующие и, соответственно, ваши вопросы, которые возникнут в ходе данного видео, оставляйте в комментариях. Итак, начнем с рынка нефти. Рынок нефти начал неделю новым обвалом котировок вслед за фондовыми индексами в Азии и фьючерсами на акции США, после того, как американский Сенат не смог набрать 60 голосов за план поддержки экономики, предложенный администрацией Трампа. Фьючерс на нефть марки Brent валился на порядка 8 процентов за баррель, что практически приблизило нас к 17-летним минимум. План поддержки экономики на 2 триллиона долларов, который включает налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и прямой выплаты граждан на сумму около 3000 долларов. На семью из четырех человек не получил одобрение Сената, где голоса разделились поровну. 47 за и столько же против, при необходимых 60. Белдом по-прежнему надеется, что переговоры все еще могут привести к успешному прохождению поправок в понедельник вечером, поэтому сегодня будем ждать итоги по данному решению. И тем временем банки Wall Street публикуют все более апокалиптические прогнозы по мере того, как число заболевших коронавирусом в США продолжает расти по экспоненте. Теперь к новостям по поводу коронавируса. Число заразившихся коронавирусом в Италии в воскресенье превысило 59 тысяч человек. Жертвами вируса стали почти 5,5 тысяч человек. Италия находится на втором месте по числу заразившихся после Китая. И на первом по числу смертей в мире. На третье место по числу подтвержденных случаев минувшие выходные вышли Соединенные Штаты. Там заразилось более 33 тысяч человек. Самая сложная ситуация складывается в Нью-Йорке, который фактически стал эпицентром коронавируса в США. На Нью-Йорк приходится порядка 5 процентов всех случаев заражения коронавирусом в мире. В воскресенье стало известно, что вирусом заразились порядка 100 полицейских, которые обеспечивали порядок в городе. На третьем месте по числу выявленных случаев коронавируса в мире находится Испания. В субботу премьер-министр страны Педро Санчо заявил, что Испания предприняла самые жесткие меры карантина в Европе и одни из самых жестких в мире. По оценке Морган Стейнли во втором квартале ВВП США рухнет на рекордную исторические 30 процентов. Это уже на этой неделе. Уже на этой неделе статистика по Минтруда США покажет порядка трех миллионов новых обращений за пособием по безработице, прогнозирует Бэнк оф Америка. Еще более катастрофическую картину видит президент Федерального резервного банка Сент-Луис Джеймс Буллард, который допускает 30 процентную безработицу и 50 процентный спад ВВП в апреле в июне. Ну а Китай тем временем восстанавливается. 21 марта в в январе февраля 2020 года потребление электроэнергии в Китае, который является ключевым индикатором как раз экономической активности, снизилось на 7,8 процентов годового выражения. При этом в марте наблюдается очевидная тенденция к восстановлению данного показателя. Об этом сообщает государственный комитет по делам развития и реформы КНР. По словам официального представителя комитета Мэн Вэй, в период первых двух месяцев текущего года потребление электричества во втором и третьем секторах экономики сократилось на 12 и 3,1 процента. Соответственно, в то же время в первичном секторе экономики показатель увеличился на 3,9 процента в годовом выражении. В восьми административных единицах провинциального уровня страны отмечен положительный рост потребления электроэнергии. В частности, в автономном районе внутренняя Монголия, Северный Китай, провинция Юниань, Юго-Западный Китай. Темпы роста данного показателя превысили 5 процентов. Поэтому здесь сейчас мы видим с вами восстановление в китайской экономике, который является основным драйвером в принципе мирового ВВП. Цены на нефть довольно-таки низкие, что также может подстегнуть более быстрое восстановление Китая. Ну а теперь давайте посмотрим, что происходит на рынках и какие торговые идеи могут быть у нас на этой неделе. Начнем мы, как всегда, с евро-доллара по евро-доллару на текущий момент мы затормозились вблизи отметки 1.06-1.07. Как я говорил в пятницу, также я для себя рассматривал возможности купить данный актив. Но, соответственно, пока жду подтверждения уже на локальном таймфрейме для того, чтобы войти как раз в сделку. Если мы с вами посмотрим часовой таймфрейм, то пока здесь сигнала не появилось. Если цена сегодня сможет закрепиться выше максимума, который мы видели в пятницу по цене 1.0830, то тогда я для себя рассмотрю возможность купить как раз со стопом за минимальными значениями, которые мы видели на прошлой неделе. По фунту. Ну и в целом, так скажем, на прошлой неделе у меня была открыта одна сделка по S&P. Сейчас мы до нее дойдем. Но в целом мы видим то, что рынок среагировал все еще негативно. То есть сколько бы мер не вводила США, сколько мер бы не вводила Европа, да и в принципе основной мир, пока рынок реагирует негативно. И вполне вероятно, что это уже просто пока этому тяжелому поезду очень сложно затормозить. Ну и соответственно на этом фоне, на фоне обновления новых минимумов по S&P 500, все отложенные дыра, которые я открывал в пятницу, я удалил. В том числе и по паре британский фунт и американский доллар. Здесь у меня также стоял отложенный ордер на покупку, пока я его удалил. Здесь в принципе на текущий момент у нас есть формация восходящая. С текущих уровней я не смогу купить данный актив, чтобы оставаться в рисках. Поэтому здесь пока сделок у меня не открыто. То есть здесь для меня была бы сделка интересна чуть ниже, но пока отложенный ордер я удалил. Поэтому пока с точки зрения часового таймфрейма, ну по крайней мере два торговых дня, у нас здесь формируется восходящая формация. И в принципе здесь довольно-таки интересно с точки зрения покупок по данному активу. По паре американский доллар, канадский доллар, пока мы не обновляем локальный максимум. Если мы посмотрим на дневном таймфрейме, то мы продолжаем немного корректироваться. Здесь также я для себя рассматриваю возможности открытых сделок на продажу. Но цена не смогла дойти до моего отложенного ордера в пятницу. А сегодня уже ситуация несколько поменялась, что и меняет в принципе весь сценарий и всю торговлю. То есть если мы сегодня сможем закрепиться выше максимума, который будет сформировано в пятницу, то вероятно еще одно обновление максимальной значения здесь мы сможем увидеть. И движение на 1.48, а то есть 49 вполне здесь может быть вероятно. Тем более, что американский доллар растет практически по отношению к всему, пока фондовые рынки падают. А по паре американский доллар, японская иена плюс-минус. Картина точно такая же. Здесь я также для себя рассматриваю возможность входа на продажу по данному инструменту. Но пока здесь не появилось формации как раз нисходящего, не появилось сигнала нам начала нисходящего движения. Если цена сможет сегодня закрепиться ниже минимума в пятницу, то здесь я для себя также данную возможность рассмотрю для входа на продажу со стопом за максимум понеделика. Австралийцы, новозеландецы отбиваются от минимальной значения. Здесь также идея сохраняется покупать при завершении данного коррекционного нисходящего движения. Соответственно, пока здесь цена не смогла в пятницу как раз закрепиться выше максимум четверга по 59.85, скорректировать. То есть фактически сигнал здесь не появился. Если цена обновит минимумы, которые были сформированы в пятницу, то для меня фактически это будет подтверждение также продолжения нисходящего формации. Я буду искать уже новые точки, которые могут сформироваться чуть позже. Точно такая же ситуация и с новозеландцем. Если мы с вами смотрим часовый таймфрейм, соответственно, немножко сегодня мы уже обновили минимальные значения. Если сможем закрепиться ниже области 56.05, то, соответственно, будем ожидать продолжения еще одного нисходящего импульса и, соответственно, продолжения нисходящего движения. По золоту есть признаки небольшого восстановления. Золото пытается восстановиться как раз с конца прошлой недели. В пятницу мы смогли закрепиться выше максимум четверга, пока ниже минимумов мы не ушли. Поэтому с текущих уровней можем предполагать как раз начало восстановительного движения. По крайней мере, все предпосылки, которые мы сейчас есть, ожидаем дальнейшее движение на 1558 и на 1600-1700 уже, соответственно. То есть пока с точки зрения часового таймфрейма у нас здесь наметился рост. А вот по индексам уже мы получаем второе дно в подарок. Но по S&P, по фьючерсу S&P уже мы его получили. По DAX пока еще нет. Соответственно, сейчас DAX сегодня уже торговался ниже минимумов пятницы. Поэтому здесь также отложенный ордер на покупку я удалил. Буду ждать нового сигнала, нового подтверждения начала восходящего движения. Пока здесь также сохраняется вероятность того, что цена сможет пробиться еще ниже. Если мы сможем закрепиться выше максимум, который бы как раз в пятницу сформированный, то это даст дополнительное подтверждение того, что цена может как раз уже начать восходящее движение. И уже после этого будет интересно присмотреться к нему, к покупкам. Ну а по S&P 500 у меня была открыта сделка на покупку. Пробовал я покупать его как раз в пятницу. Сейчас я также добавлю сделки, которые у меня здесь были, для того, чтобы мы вместе посмотрели. И, соответственно, стоп-лосс у меня стоял за минимум, который был сформирован на прошлой неделе. Но, как мы видим, что цена открылась с гэпом. Соответственно, моя сделка понесла больше убыток, чем я планировал. То есть, к этому тоже нужно быть готовым. Изначально мой риск был 1%, но по факту я потерял практически 1,6% в данной сделке. Но пока здесь я покупать не буду. Так как мы обновили новый локальный минимум, соответственно, ждем открытия США. Ну и, соответственно, того, что же примет сегодня парламент. Смогут ли они принять те предложения, которые вынес Трамп с помощью стимулирования как раз экономики. Ну и нефть марки Brent, новый исторический минимум. Сегодня показали, ну практически мы обновили минимальные значения, которые были 18 марта. Но очень близко к нему торговались. Фактически, это тоже нас пока отменят восходящий сценарий, который я рассматривал на прошлой неделе. И, собственно, сейчас можем сдать еще одну волну нисходящего движения. И после этого уже рассматривать возможность купить. Вообще, в целом, цена довольно-таки низко находится. Но сейчас ситуация вокруг и сланцевой нефти, и возможных санкций США против России могут как раз на котировках и сказаться. Вполне вероятно, что мы находимся где-то в крайне низком диапазоне. 26-24 доллара за нефть марки Brent. И вполне вероятно, что ниже этого уровня мы не уйдем. Но, опять же, нужно получить хорошие точки для входа, для того, чтобы войти в эту сделку максимально комфортно. Ну, а на сегодня это все. Всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня. Увидимся уже в следующем видео, которое выйдет в среду. И продолжим смотреть, что у нас происходит на рынке. Не забудьте поставить лайк. Ваши вопросы оставляйте в комментариях к этому видео. Всем спасибо за внимание и до свидания.